Приветствую всех зрителей нашего канала. Сегодня разговор у нас пойдет о сапропеле. Что же такое сапропель? Сапропель это донное отложение непроточных водоемов. Он состоит из остатков растительного и животного происхождения, которые образовались в результате их жизнедеятельности. И, как правило, он находится без доступа воздуха и процесс разложения проходит на протяжении несколько десятков тысяч лет. Но я хочу сказать, что не нужно путать сапропель с илом местных водоемов. Это совершенно две разные вещи. Основные залежи сапропеля находятся у нас на Дальнем Востоке, а также на Западно-Сибирском регионе России. Это основные залежи сапропеля. И что еще можно сказать? Сапропель это вещество, которое настолько богато разными губиновыми кислотами, аминокислотами, минералами, что равных ему по ценности, наверное, на сегодняшний день и нет. Наиболее ценным считается сапропель, который в своем составе имеет органические и органно-минеральные составляющие. На основе сапропели мы можем составить сами любые смеси для выращивания рассады, для пересадки рассады и даже использовать ее в препятствии цветов, для посадки растений уже в грунт. То есть вариантов использования очень много. Сапропель бывает нескольких видов. Вот у меня на столе здесь в виде гранул находится он. Вот таких вот. А бывает сапропель находится в состоянии очень похож на торф. Даже не на торф, а на грунт такой. Он имеет почти черный цвет, влажный на ощупь. В основном у нас в наших торговых сетях представлен именно такой вид сапропели. Но и тот, и другой вид сапропели это один и тот же сапропель. То есть мы можем... Он универсальным назначением. Что такое? Что это? То есть можно использовать для приготовления смеси, для посадки растений в грунт. Ну и в широком назначении. При составлении грунта, если вы используете свою садовую землю, вы должны помнить одно, что чем больше составляющих в данном грунте для выращивания рассады, тем качественнее считается грунт и более универсальный становится он по назначению. К любому грунту, если он содержит торф или опилки, я советовала вам добавить залу. Добавляем один стакан на ведро смеси. Это вот будет очень хорошая добавка. И как я уже сказала, чем больше компонентов содержится в грунте, тем более надежен и универсален грунт. А вот минеральные удобрения я бы советовала вам добавлять очень осторожно. Лучше бы их вносить тогда, когда у вас уже растения разовьют достаточно мощную корневую систему. Вот тогда самое время подходит для минеральных добавок. А теперь рецепты для состава грунтов для рассады. Итак, грунт для рассады кабачков, огурцов, салатов и других культурных пряных культур. Это дерновая земля, перегной плюс сапропель в соотношении 2-1-2. Для томатов, перцев и баклажанов это огородная земля, сапропель и речной песок. В составе 7-2 и к 1. Рассадная смесь для огурцов, кабачков, тыкв, дынь и других культур составляется из огородной земли, перегноя и сапропелия. В составе 3-2 и к 1,5. Здесь я могу вам предложить универсальные рассадные грунты, которые подходят для выращивания всех видов культуры. Это сапропель, перегной и старые опилки. В соотношении 2-2 и к 1. Еще один вид тоже, состав грунта, который тоже подойдет вам для всех видов культуры. Это дерновая земля, сапропель, перегной и плюс опилки. В соотношении 1-1-1. То есть в каждой части мы берем все в соотношении 1-1-1. Большинство рассадных культур мы выращиваем путем пикировки. Но я хочу сказать одно, что чем старше становится рассада и чем чаще вы ее пикируете, то тем больше состав грунта должен подходить и быть похожим на основную землю, которой будет выращиваться данная культура. Поэтому для составления для взрослых культур мы должны соблюдать немного иную пропорцию. Итак, состав смеси для взрослой рассады. Компостная земля, сапропель и речной песок. В соотношении 1-2-1. Еще одна смесь сапропель, перегной, дерновая земля. Состав в соотношении 5 к 3 и к 1. И еще одна интересная тоже очень смесь. Если вы используете торф, то можно использовать перегной, сапропель и торф. В соотношении 7-2 и к 1. Это вот такие вот основные базовые составляющие, составы смеси, которые вы можете использовать для выращивания рассады и для пикировки рассады. Я думаю, что все мои советы вам пригодятся, когда вы будете составлять грунт. Оставайтесь с нами и всем пока!